Дмитрий Федоров. Здравствуйте, здравствуйте! Докладываю вам из Ледового дворца ЦСКА. Я пришел сюда за час, по дороге встретил указ спекулянтов. Они, естественно, предлагали билеты. 6 тысяч в ВИП на мягкие сидения не так уж и дорого. Болельщики в интернете много писали о том, что добыть билеты официальным путем не представлялось возможным. Была очередь, и быстро билеты на дешевые места пропали. Соответственно, болельщики были очень недовольны. Но в защиту руководства ЦСКА я приведу вот такой пример. Воскресенье было на Эль Классика в Испании. И там тоже вокруг Камп Ноу крутились спекулянты. Так что можно сказать, что ЦСКА такой же популярный клуб, как и Барселона. И цвета тоже похожи. Примерно та же цветовая гамма. Ну, может быть, там оттенки отличаются. Но я не художник. Я парень с рабочей окраиной. В этом не очень хорошо разбираюсь. Так вот, ажиотаж, конечно, присутствовал до начала встречи. Вот в связи с билетами, с невозможностью купить их через интернет. Но наверняка споры и крики по этому поводу утихнут. Ближе к началу встречи мы почувствуем в полной мере атмосферу финала конференции. Сейчас пока ничего такого экстраординарного здесь в Ледовом и вокруг него не наблюдается. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо Дмитрию Федорову. Привет из Испании. Где мы яркими красками умеют расписать. Да. Ну что, друзья, совсем мало времени остается уже до матча. Непосредственно его будут для вас комментировать Сергей Федотов и Юрий Розанов. Мы смотрим так же, как и вы, эту встречу. Ну, а потом в перерыве возвращаемся сюда, в студию и обсуждаем все втроем. Все самое интересное, что произойдет на площадке в первом периоде. Так что, прямо сейчас давайте смотреть хоккей и будем надеяться, что все будет очень интересно. Итак, друзья, мы вместе с вами смотрим первый матч финала западной конференции. После первого периода счет 1-0 в пользу ЦСКА. Обсуждаем все самое интересное, что произошло в этом периоде. Я обращаюсь сегодня к двум экспертам. Сразу Юрий, давайте с вас начнем. Какие у вас впечатления от стартового периода? Ну, мне показалось, что ЦСКА все-таки более заряженным вышел на первый период. Наверное, то, что я увидел первые две минуты, там сразу пять силовых приемов. А после шестидневной паузы, когда у тебя нет игрового тонуса, наверное, самый лучший способ войти в игру – это вступить в контакт. И они как сразу это сделали, причем там разные люди из разных пятерок это делали. Потом то, что бросилось в глаза. Начали ЦСКА выход из своей зоны. Выходили просто, можем сказать так, для игры плей-офф. Главное – вывести шайбу, там мы за ней поборемся. И любую возможность, даже при первом большинстве, они все-таки старались наносить броски. Что у ЦСКА нельзя сказать. Они пытались где-то лишний раз еще отдать партнеру. И, наверное, правило плей-офф – чем больше бросков, тем больше возможностей. В первую очередь ты можешь сам забить. И плюс еще это добивание какое-то, это больше шансов дает тебе. – Саша, ну вот по броскам в створ, если мы посмотрим статистику, здесь 13-4 в пользу ЦСКА. То есть можно говорить о том, что ЦСКА после этой паузы как-то лучше вступил в игру в первом периоде, чем СКА? – Акцентирование вступил. Я добавлю к Юриным словам, абсолютно согласен с ним. Нацеленность на перехват у ЦСКА была, ну, очень реакция на перехват. И несколько перехватов в средней зоне. Мы видели момент, который возник у Дениса. – Они специально стремились перехватывать? – Ну, то есть это необходимо быть заряженным на этот перехват. Мы увидим гол в дальнейшем, посмотрим, как действовал Радулов. И мы видим, что это как раз действия армейцев заставляли ошибаться. И переключение после перехвата у ЦСКА было, на мой взгляд, очень хорошим. Несколько моментов они таким образом себе создали, тем самым затруднив жизнь питерским армейцам. И еще один момент, который я хотел бы добавить, это когда соперник спиной в поле, везде пытаются торопить, везде вступают в единоборство, тем самым затрудняя выход из зоны. И особенно в конце периода было видно, что таким образом цеплялись за шайбу и создавали момент. – Давайте гол посмотрим. Он был всего один. Александр Радулов стал его автором, поборовшись здорово перед воротами на пятаке. Ну и давайте посмотрим, из чего вообще этот гол получился у ЦСКА. – Хотел бы обратить на количество правильных действий. Во-первых, Пересменка и Радулов свежий. Во-вторых, Шипачев отдает на Додонова. Панин выбивает первый раз. Радулов, вышедший со смены, накатывает на одного игрока первый раз. Второй раз отбирает шайбу у Калинина. Тем самым позволяет Григоренко завладеть ей. Радулов успел отдать передачу на любимого и сам добить шайбу. То есть рабочий гол, когда он заставляет ошибаться трех игроков обороны, тем самым завоевывая шайбу, отдал красивую мастерскую передачу на любимого, Коскинин выручил в эпизоде и затолкал шайбу в борьбе, в единоборстве, лично выигрывая единоборство уже на пятаке. – Это связывается с тем, что Радулов свежим вышел на лед и на фоне чуть уставших соперников это сделал. – Безусловно, я связываю это с тем, что Радулов свежий. Во-вторых, то, что СКА ошибся, эта ошибка стоила им гола, поскольку в таких ситуациях надо играть проще, поскольку это был переигранный отрезок. Но Радулов своим накатом торопил игрока обороны и первый раз заставил ошибиться. То есть здесь заслуга Радулова, то, что он очень умело и вовремя накатывал, и создавая тем самым моменты из ничего. – Ну вот это был момент, благодаря которому ЦСКА сумел забить гол у СКА. Моментов, может быть, чуть меньше было, и бросков намного меньше. Но вот то, что мы могли бы выделить, например, это бросок Ильи Ковальчука, который был в этом периоде. И вот к Юрию уже в этой связи вопрос. Ведь только что, опять же, играли против Ковальчука, против СКА. Вот это типичный эпизод, то, как СКА пытается начинать атаки. – Ну мы смотрим, если по первому периоду, то из-за того, что армейцы Москвы создают очень хорошую плотность, они лишают Питер главного козыря. Это пронзающие передачи на любого нападающего, которые сходу входят в зону и уже на скорости идут на атаку ворот. Вот единственный момент, который у них получился, и тут же очень опасный момент, мы видим, что там Галимов даже на секунду потерял контроль и шайбу не увидел, где она, зафиксировал ли он ее или нет. А что касается голода, то, что предыдущего, то, что говорил Александр, вот, наверное, то, о чем я сказал в самом начале, СКА вышел без чувства такого боязни ошибиться. То, что, если сказать про армейцев, то они и выводили шайбу намного проще, и все-таки старались действовать вот в таких ситуациях 50 на 50 в пользу того, чтобы сыграть понадежнее. Согласен. Ну, вот, не привязываясь к уже конкретным эпизодам в этом периоде, сегодня, я думаю, многих удивило наличие Романа Любимова в первой тройке, но вот мы в итоге увидели, что Любимов, в общем-то, поучаствовал в заброшенной шайбе, не сумел забить сам, но стал там, также ассистентом, да, в итоге получил передачу. Как вот вам Любимов сегодня в первом звене? Насколько он удачно там вписывается, сколько он там готов играть? На мой взгляд, он готов играть. Во-первых, там есть связка Григоренко-Радулов, Любимов, которая самодостаточна сама по себе, Любимов, который знает свой фронт работы, да, необходимость в подстраховке, да, и мы видели, что не раз замена в этом звене не приводили к снижению эффективности этой связки. Поэтому ключевое здесь, конечно же, связка Григоренко-Радулов, но и подстраховка, да, и участие в оборонительных действиях, безусловно, на Любимове, который умеет это делать, умеет это делать хорошо. Юрий, вы, ну да, про Любимова. Я бы даже больше сказал, что здесь, наверное, больше акцент на том, что в команде ЦСКА на сегодняшний момент все-таки построено все так, как хочет видеть тренер. И мы убеждались в этом, что и в начале сезона, и в конце сезона, и во время плей-оффа уже, если ты не подходишь под систему ту, которую тебе диктует тренерский штаб, ты можешь просто лишиться места в составе. И поэтому, наверное, ротация там в первой, второй пятерке здесь уже второстепенная роль. Ну, то есть, если до Коста в составе, если вот пояснить, до Коста в составе, да, это больше перекос в атаку, и тренер, скажем, хочет больше обороны от этого звена? Ну, хочет баланса. Я больше хочу сказать о балансе, да? Баланс плюс еще наверняка, и все говорили, что играют два лидера ЦСКА в одном звене, и Радулов, и Григоренко, и Любимов, он крупный, здоровый, физический парень, чтобы не было никаких, не допустить ту же самую провокацию, где-то вступиться за партнера. Можно и Артюхину туда поставить? Ну, может быть, мы это еще увидим, не исключено. То есть, это движение в сторону баланса, наверное, от тренерского штаба? А может быть, просто за исключением того, что они имеют на сегодняшний день. Юрий, вы перед началом матча говорили о большинстве, о том, что это, понятно, будет очень важным компонентом серии. Вот в первом периоде мы увидели, что и у тех, и у других уже была возможность поиграть в большинстве. Пока что не впечатляет игра в неравных составах? Ну, наверное, по большинству, хоть у СКА было одно большинство, но я думаю, что они играли опаснее. ССКА, опять же, наверное, отталкивается от того, что поставлено на результат. Пытаются как можно больше бросать, создавать трафик перед вратарем. В любом случае, ты нагружаешь соперника, и выматно забираешь у него этим силы. СКА хотел сыграть немного покрасивее. В принципе, был замечательный момент, когда Панарин делал диагональ на Щипачева. У того были пустые ворота, там нужно было просто исполнить. Но, тем не менее, он пожертвовал своим броском ради этой передачи. Мы все знаем, что Панарин он снайпер. В принципе, он сам мог с той дистанции легко положить туда шайбу, куда он захотел бы. Наверное, в этом и отличие, что ЦСКА все-таки нацеленность. У СКА еще пока этого нет. Я думаю, что они об этом поговорят. И опять же, я, наверное, повторюсь, что большинство сыграет и в этой сегодняшней игре, и в целом в серии огромную роль. — Да, безусловно, пока мы ждем тогда от СКА, видимо, что они добавят в большинстве, уберут эту красоту. — Мы ждем от СКА, у СКА тоже было две попытки. Но хотел бы обратить лишь маленькое добавление, что защитники обеих команд в этом плей-офф не забивали голов. То есть, либо их меньше подключают, либо их броски блокируются. Но вот констатирую как факт, это бы было сильным оружием, поскольку ЦСКА в регулярном сезоне 21 гол забил в большинстве как раз от защитников. А это 30% от общего вклада. То есть, это заметная часть, заметное их оружие, скажем так. Но у обеих команд мы не видим в этом плей-офф как раз забитых голов в большинстве именно от защитников. — Ну что, посмотрим, что будет дальше. Второй период очень скоро уже начнется. Так что Сергею Федотову и Юрию Розанову мы передаем слово. Сами вернемся сюда уже во втором перерыве. — Итак, мы продолжаем смотреть финал Западной конференции. 2-0 после двух периодов. ЦСКА обыгрывает своих питерских одноклубников. И мы обсуждаем интересные самые моменты из второго периода. К Юрию опять же обращусь с вас. Начинаем. Вот во втором периоде кажется, что ЦКА добавил в активности. Больше бросает, больше моментов создает. Но счет опять же увеличился в пользу московских армейцев. Как вы думаете, почему это происходит? — Ну, стоит отметить, что Питер действительно добавил. И добавил то, как раз о чем мы говорили после первого периода. Они стали больше бросать. Но уже не всегда у каждого человека есть волшебная палочка. Если ты захотел, это сразу превращается в то, что тебе нужно. То есть они где-то, наверное, упустили вот эту нить игры. И немножко переиграли первый период. Во втором период уже решили перестроиться. Но не до конца это все у них получилось. Сейчас они, наверное, на этом сакцентируют еще большее внимание. И будут уже, наверное, пытаться бросать из любых позиций. Главное, чтобы доставить шайбу до ворота. Там как можно больше проблем доставить вратарю. Пытаться добить опять же. Но и, наверное, еще армейцы все-таки где-то, наверное, эту ниточку немножко им отпустили. Дали, так сказать, почувствовать, что Питер может играть в атаке у них в зоне. Там, начиная с первой смены, потери шайбы Денисова, да, сразу же опаснейшие моменты. В третьем периоде, в концовке третьего периода точно такая же ситуация. Защитник ошибается. Контратака сразу идет во врагу и Ковальчука хороший момент. Да, и то, что мы не видели в первом периоде, опять же опаснейший момент на последних минутах, когда защитник просто проспал откровенно и Червенко вышел один в ноль. Если бы он поехал не на удобную руку, а на удобную, то мог получиться более опасный момент. И если там нет удаления, а как мы видим в плей-оффе, такие удаления, если защитник мешает, может перейти в буллит. Саша, у тебя согласен? И сейчас, и много моментов создалось как раз в позиционных атаках у питерцев. То есть за счет индивидуальных действий и переигрывают, и где-то упускают своих партнеров, то у СКА много потерь в средней зоне. Вот та шестидневная пауза, которая была у команд, на мой взгляд, она повлияла на как раз игровые кондиции, на вот эти шероховатости появляются из-за того, что долгое отсутствие игровой практики. То есть во втором периоде, первый период он не привел их, не заставил их вспомнить, как это все происходит? Не заставил. На мой взгляд, во втором было достаточно ошибок с обеих сторон. Одни реализовали свою попытку, другие не реализовали достаточное количество шансов. Я к тому, что качество хоккея, которое показывали команды в предыдущих сериях, оно было выше. И вот эта пауза повлияла на само качество хоккея, поскольку много ошибок, невынужденных, когда не то, что соперник заставляет, а много ошибок, которые можно было избежать, вот будь командой чуть в лучшем тонусе именно игрового. Ну, ты говорил о перехватах и после первого периода, и вот сейчас продолжаешь об этой теме. Давайте посмотрим, на самом деле, несколько фрагментов, которые как раз и иллюстрируют твои слова. Ну, на мой взгляд, как раз ССКА строит на этом игрок. Быстрый накат приводит к атаке 2 в 1. Мы видим, что это ССКА заставляет торопиться, в данном случае, Калинина, и Калинин совершает ошибку. ССКА не реализует свою возможность для взятия ворот, передача на Волкова не очень точной. Но, тем не менее, вот мы видим перехват диагональ, да, и нацеленность ССКА на перехват. Науменков эту шайбу перехватывает и запускает атаку уже в свою сторону. То есть это опасное оружие, да, оно сейчас не сработало с точки зрения результативности. Но то количество потерь в средней зоне, оно может перерасти в качество, да. И вот еще один из моментов, когда Макаров перехватывает шайбу. Это то, за счет чего, в том числе и за счет чего, ССКА строит свою игру. Быстрый перехват, переключение из обороны в атаку. И в этом моменте, на мой взгляд, ССКА нужно быть внимательным, поскольку она может... Ты связываешь вот это количество перехватов с тем, что все-таки вот это отсутствие игрового тонуса. Или ССКА готов к тому, как будет СКА играть и ждет, и СКА, собственно, попадается вот в эти сети расставленные. В том числе и ждет. ССКА готовит эти предпосылки для перехвата, да. Но здесь, на мой взгляд, у тренеров есть все основания, да, посмотрев эти моменты, скорректировать. То есть упростить игру, да, сделать ее более вертикальной, нежели диагональной, поскольку это может привести к взятию ворот. И это может сказаться на результате матча. Давайте посмотрим, как ССКА забросил вторую шайбу в этом матче. Роман Любимов, переведенный в первое звено, опять оказывается на острие атаки. На этот раз сам уже добивается успеха, как и в первом периоде. Гол забит из вратарской площади, буквально, с Патака. Ну, здесь надо отметить Траду, во-первых, который выиграл единоборство в углу. Ну, и Любимов, который сбросил со спины на резком торможении Каблукова за воротами. И с ближней штанги от клюшки Кетова. Тем не менее, вывез шайбу на пятак и забил важный гол для ССКА. Да, и вот еще раз мы обращаем внимание на то, как это произошло. Тут какой-то рикошет, похоже, от Кетова. Так же это все. Гол за счет индивидуальных действий, за счет наглых действий, за счет неожиданных действий. Именно вот этот вираж и резкое торможение стало неожиданным для Каблукова. Тем не менее, Любимов решился полезть на пятак, там, где горячо, и забил такой рабочий гол. Оба гола ЦСКА получились рабочими. В обеих поучаствовал и Любимов, и Радулов. Радулов выиграл единоборство. Это тоже важный компонент. Не сохранил он шайбу в углу, у Любимова не было такой возможности. Вот такие маленькие штуки, которые сейчас работают у ЦСКА. Но при этом мы видели, что ЦСКА забил, да, вот мы сейчас посмотрели на эти перехваты, которые ЦСКА совершает. Но при этом у ЦСКА ведь тоже приличное количество моментов в атаке. Не получается забить. Это Голимов, его игра, еще что-то собственное, какое-то отсутствие везения или еще чего-то, Юрий, как вам кажется? Ну, я думаю, что в первую очередь действительно Голимов играет очень здорово. Опять же, мы отмечали... Ну, давайте не забывать о том, что ЦСКА меньше всех в лиге попустил в регулярном сезоне. То есть они умеют и знают, как играть в обороне. Плюс еще лишают то, о чем говорил Александр. Лишают ЦСКА самого главного оружия, это быстрой контратаки. Та нацеленность на перехваты, я думаю, что это была тренерская установка, создать плотную среднюю зону и не дать этих разящих выходов. И пытаться перехватить и самим играть на контратаках. Ну, в целом, пока тяжело им преодолеть то, что показывают армейцы. Плотную среднюю зону, да. Плотную среднюю зону. Мы тройку атак видели, когда на скорости и Ковальчук получал, но невозможно всегда перекрывать среднюю зону. Но снизите количество вот таких атак на большой скорости, что является сильным оружием на УСКА. И откровенно скажем, давайте, что те моменты, которые были действительно острые, это чистая потеря со стороны армейцев, где-то невнимательность. Нет такого, что их вынудили там потерять. Ну, это к моменту о концентрации, о том качестве, которые были чуть-чуть утрачены в этот период шестидневной паузы. Хорошо, а сколько нужно времени тогда, если мы считаем, что два периода сейчас это мало, чтобы вернуть? Ну, я уже подзабыл, Юра точно помнит, что сейчас быстро возвращается. Нет, но мы же видели, что ЦСКА в первом периоде, они попытались войти сразу в силовую борьбу и вернуться в игровой ритм. А здесь уже, наверное, все-таки это плей-офф. Поздно сегодня? Теперь следующий матч? Я думаю, что сейчас будет очень такой строгий третий период, с одной и с другой стороны. Потому что армейцам нельзя допускаться из Москвы, а питерцам нужно ждать шансы и играть как можно проще у себя в зоне. И пытаться перейти в зону соперника и провоцировать их уже на еще большее удаление или свои же ошибки для того, чтобы их реализовать. При этом мы видели, что и так три большинства-то было у ЦСКА, и опять же, у большинства не получается. Я хотел бы на эту тему немножко сакцентировать внимание. ЦСКА очень здорово играет четверка. Очень активный квадрат, все время в створе броска, все время взаимозаменяемость есть. И очень часто игроки, шайбы не долетают до ворот. Но ЦСКА в этом плей-офф 37 раз играл до этого матча в меньшинстве и лишь три гола пропустил. Потрясающая эффективность, на мой взгляд. Это то, что нарабатывается за весь регулярный чемпионат, поскольку это схема, и эта схема у ЦСКА работает хорошо. Ну что, Юрий, вот вам сейчас после двух периодов вот такой ЦСКА, это команда тоже, наверное, чуть слабее выглядящая, чем та, которая была против вас? Нет, я не могу так сказать. Я думаю, что два периода позади. Сейчас появится, наверное, еще большая нацеленность на ворота. Еще больше будет движения. И я думаю, что счет не будет устраивать до конца. Отсюда, наверное, появится и еще больше силовой борьба. Но здесь хочется отметить то, что все-таки армейцы, наверное, сделали очень большую помарку. И, я имею в виду, ЦСКА, и лишили главного оружия. Это вот эти вот диагональные передачи или просто передачи под синюю линию на бегущих нападающих, которые привозят шайбу в зону, спокойно входят и атакуют ворота с хода. Ну что ж, давайте посмотрим, что будет в третьем периоде происходить. Удастся ли СКА найти какие-то пути к воротам московских армейцев. Смотрим третий период. После третьего периода снова возвращаемся сюда, в эту студию. Редактор субтитров А.Семкин